На узенькой улице Педагогической, которая и так зажата высотками, хотят построить еще один многоквартирный дом. Отведение участка земли под строительство по адресу Педагогическая 20 и 20 Б согласовала земельная комиссия городского совета даже без обсуждения. Сейчас в этом участке площадью в 10 соток образовался котлован с мусорной свалкой. Какое будет количество этажей в новом здании пока неизвестно, но местные жители хотят, чтобы здесь установили детскую площадку. Я считаю, что нельзя этого делать. Посмотрите, что у нас делается. Во-первых, у нас страшные вот эти сквозняки, как в Верхоянске, помнишь? Вот так у нас теперь. Мы пройти не можем здесь утром. Мы, конечно, против. Наш дом весь против. По словам местных жителей, они много лет требуют обустроить здесь площадку для детей. Кроме того, высотки, которые выросли в этом районе незаконно, закрывают весь вид из окон, и в квартирах темно уже в полдень. На детскую инфраструктуру люди готовы были скинуться из собственных карманов. Мы просили, еще когда вот этот дом там строили, просили, чтобы нам сделали здесь площадку. Мы даже согласны были оплатить это и все. Нет, вот этот хозяин, который настроил кучу домов, без разрешительных документов, под арестом стоит дом, он мылится его вот сюда. Здесь его и стояла будка, люди сожгли это, люди протестуют. У нас нету ни детской площадки, ничего. Но на крайний случай, пусть бы это была автостоянка, но не дома. Более 10 лет назад в этой яме образовалась свалка мусора. Вид и запах не дают покоя соседям. А между гаражами въезд во двор такой узкий, что лужи после дождя не высыхают неделями. Ни пройти, ни проехать. Куда подевался владелец спорного участка, неизвестно. Здесь была маленькая хибарка, здесь жили люди. Хозяин купил эту всю территорию, купил квартиру, которые жили в хибарке, на Среднефонтанской. И еще одно, где-то в другом месте, короче говоря, вот так. А это место, как верили котлован, и все. У нас проект, и с этим, Асауленко, детскую площадку построить. То, что застройка везде, вот построили дом, документов нет, и все восстановилось. Мы поднимали вопросы на это. Никто нам не приезжает, милиция, прокуратура. Вот мокрая печать, мокрая печать. А теперь хозяин выстроил. Скажите, а как давно здесь этот пустырь образовался? Пустырь уже много лет, наверное, лет 15 или 20. Ожидается, что на ближайшей сессии фирме-застройщику дадут право на разработку документации, а затем депутатам предложат согласовать передачу земли в аренду. Депутат горсовета от Украинской морской партии Сергея Кивалова, Светлана Асауленко, пообещала вмешаться в ситуацию и взять ее под личный контроль. Высотный жилой дом при плотности застройки, строительстве напротив и, как по мне, отсутствие собственности на этом земельном участке исключает возможность строительства там многоэтажного жилого дома. Я, как депутат по этому избирательному округу, сейчас прямо буду поднимать документы, разбираться, каким образом, под какой конкретно собственностью отводится этот земельный участок с целевым назначением строительства многоэтажного жилого дома. Ну, для меня это нонсенс, я могу сказать, что я однозначно буду отстаивать интересы жителей, и там на месте свалки, забора, там периодически появлялась какая-то будка, должен появиться объект инфраструктуры, детская площадка, либо пятачок какой-то зеленой зоны, а не многоэтажное строительство. По соседству со спорным участком уже построили несколько высотных комплексов, и согласно детальному плану территории, в ближайшее время в районе появится еще ряд пяти-семиэтажек. Мы следим за ситуацией на фонтане. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».